Хочу обратиться к Дмитрию Николаевичу Козаку. Уважаемый Дмитрий Николаевич, в прошлом году вы сыграли огромную роль для того, чтобы Молдова избавилась от Плохотнюка, для того, чтобы он оказался в том состоянии, в котором он оказался. Вы говорили с внешними партнерами, вы говорили со всеми, без исключения, политическими партиями, когда речь шла о формировании коалиции между блоком АКУМ и партией социалистов. Скажите, пожалуйста, неужели вы нам помогли избавиться от Плохотнюка, для того, чтобы Додон с ним сегодня вел какие-то шуры-муры, для того, чтобы Додон возобновил его схемы, для того, чтобы вместо него контролировал судей, а самое главное, для того, чтобы начал с Плохотнюком вести какие-то закулисные игры. Дмитрий Николаевич, я помню тот день, я тогда звонил Додону, я еще тогда не вернулся в Молдавию, я с ним тогда разговаривал один раз, где он реально как человек переживал за свою семью. Додон выходил и рассказывал, что вот киллеры должны приехать с Одессы по заказу Плохотнюка его убить и так далее. И как этот человек сегодня нам, мало того, что он нам оставил систему Плохотнюка, так он хочет нам его еще помочь вернуть. Дмитрий Николаевич, я не верю в то, что вы и некоторые ваши другие коллеги согласятся с мыслью, что Плохотнюк должен сегодня возобновить свои какие-то кулечные или полукулечные отношения с Плохотняком. Я просто в это не верю, потому что именно вас, знаю о вас не понаслышке, от общих знакомых, от общих товарищей, я знаю о том, что вы очень принципиальный человек. И для вас такие шельмы, как Плохотнюк, или такие, которые подражающим, или которые хотят стать вместо него, то есть для вас это как бы недопустимо.